здравствуйте здравствуйте мои дорогие у меня возник вопрос и кстати вы задаете его мне очень часто в комментариях как правильно рассчитать пропорции сухих и живых дрожжей ну сухие вы понимаете это вот такие вот в пакетике дрожжи которые ну они часа вот насыплю в ложечку вам покажу потому что может кто-то не знает как выглядят сухие дрожжи и почему я вот сегодня решила заострить внимание на этом потому что у меня рецепт подписчицы и она использует сухие дрожжи у меня сухие дрожжи очень редко я пользуюсь а в основном живыми поэтому сразу вопрос даже у меня как же мне заменить по количеству эти дрожжи вот я немножко насыпала вы видите вот они вот какие дрожжи это называется дрожжи сухие фирм всевозможных тьма я вам скажу просто тьма но вот я не буду рекламу показывать этих дрожжей что они здесь пишут дрожжи просто в теплую воду из расчета 0 5 литра воды на 100 граммов дрожжей 100 граммов дрожжей если я не вот понимаете ничего не понятно дайте постоять 10 минут хорошо перемешайте и добавьте дозировка 5 10 грамм 5 10 непонятно на 1 килограмм зависимости от рецепта это просто написан здесь бред если человек никогда не готовил если он возьмет добавьте дрожжи в теплую воду в расчете пол-литра на 100 граммов дрожжей вы представляете вот этот пакетик 50 граммов 50 граммов дрожжей если это развести в 100 граммов пол-литра воды я не знаю что это будет честно но я не понимаю зачем писать вот такие вот рецепты которые мы честно говоря ну нефтин не морду лапой зубного честно это просто караул 5 10 на килограмм так 5 или 10 есть же разница я знаю что обычно выпускают 11 граммовые вот такие вот дрожжи сухие и 11 граммов сухих дрожжей идет с расчета на 1 килограмм муки сухой муки так вы меня извините так 5 или 10 граммов вот такие вот непонятки на этих дрожжах вот такие вот дрожжи это живые дрожжи я тоже не буду показывать вам фирму потому что вы же понимаете почему но я люблю живые дрожжи не знаю почему но мне нравится больше работать живыми дрожжами если маленький нюанс что за границей вот говорят что нету таких вот живых дрожжей есть только господи да не откроешь есть только сухие дрожжи ну пожалуйста вот поэтому эта тема сегодня и возникла посмотрите какой не хорошо разорвало конечно так плотно были закрыты проверяйте чтобы дрожжи были закрыты плотно плотно тогда они не будут портиться я так люблю запах запах дрожжей и какие они на ощупь это просто красота они такие велюровые такие мягенькие вообще просто супер так но здесь что написано на этих дрожжах адрес вырубный к масса 42 грамма это не 50 а 42 грамма способ выкористания стандартный написано ну и горячая линия доброго знака которая стб давала понимаете чтобы звонили и спрашивали что сделать и что переделать значит смотрите дрожжи рассыпал и укипалки сейчас я вам буду рассказывать сухие дрожжи вы должны запомнить что для выпечки на 100 граммов муки можете даже записать присмотрите это видео я в конце вам дам в чайных ложках расчет сухих дрожжей и живых значит для выпечки на 100 граммов муки берется на 100 граммов муки сейчас не жидкость беру а говорю за муку берется 5 граммов живых дрожжей 5 граммов то есть я уже вам сказала она 1 килограмм муки сухих дрожжей берется 10 11 граммов но чтобы вы знали что есть такая пропорция 30 граммов свежих живых дрожжей это 10 граммов сухих 30 10 то есть пропорция один к трем это по моему уже можно как-то запомнить правда один к трем если взять 15 граммов живых вот таких вот влажных влажных дрожжей то мы берем вы должны запомнить 15 граммов живых дрожжей это одна столовая ложка сухих дрожжей но без горки без горки дальше значит по идее если разобраться то чайная ложка тоже такая обычная стандартная чайная ложка это десертная у меня ложка чайная ложка когда вы набираете то получается что в одной чайной ложке три три с половиной грамма сухих дрожжей три три с половиной сухих дрожжей одна чайная ложка тоже вот понимаете пропорция если столовая ложка без горки смотря какой производитель 15 граммов то вообще в стандарте идет одна чайная ложка сухих дрожжей но без горки просто ровно просто ровно это где-то 10 граммов живых дрожжей то есть если по рецепту мне необходимо вот у меня есть такой рецепт я его буду готовить это зрительница мне прислала его там идет две пачки сухих дрожжей по 11 граммов это получается 22 грамма правильно поэтому вы 22 грамма чтобы чтобы не мучиться что если например сухих 22 грамма то это живых должно быть где-то на час приблизительно считаю где-то должно быть граммов 65 это это живых то есть вы включаете пропорции включайте математика и считайте что пропорция 1 к 3 и я честно расстроилась потому что вот это она мне старофировала дрожжи какие надо у меня дрожжи совершенно другой фирмы и эти дрожжи они у меня открытые стоят они уже могли тут и влагу схватить и все и потом в тесте где очень много сдобы а сдоба это что это маргарин это яйца это сметана это сахар в этом рецепте это много сильно жира и я чего-то боюсь что вот эти дрожжи не подымут поэтому я сделаю расчет но я буду готовить на пол порции потому что для меня это очень много тесто я не съем его эти изделия все поэтому если две пачки а пачки по 11 граммов это значит одна пачка будет 11 граммов у меня сухих дрожжей 11 граммов сухих дрожжей я возьму где-то для профилактики для всего 33 грамма живых дрожжей 33 грамма вот вам пожалуйста от 30 до 33 живые дрожжи потому что я вам еще расскажу что если вы пользуетесь и в рецепте как обычно пишут в основном пишут живые дрожжи но если вы живете за пределами нашей страны где нету живых либо пекарских дрожжей то вы используете сухие дрожжи пропорции думаю вы поняли еще раз повторюсь что значит живые дрожжи живые вы должны поделить на 3 количество в рецепте живых дрожжей вы делите на 3 то есть если 30 граммов рецепте живых дрожжей то вы берете 10 ну пусть 11 то есть пакетик 11 граммовый дрожжей запомните 31 пакет сухих дрожжей который равен ну я здесь вообще-то у нас на украине 11 граммов сухих дрожжей я думаю вам эта информация подойдет потому что знаете очень трудно когда человек редко занимается дрожжевым тестом и ему пишут там вот как я вам прочитала вот вот здесь как написано возьмите значит жидкости у нас тут получается еще раз повторюсь пол-литра на 100 граммов дрожжей ребята это просто караул и тут же пишется что 5 граммов на килограмм на кило муки 5 или 10 но как человек который никогда не делал дрожжевое тесто как он сориентируется и как это килограмм муки я никогда я все время говорю не надо верить рецептам где написано берете два стакана и все это закон нет вы не можете взять два стакана это закон вы смотрите по тесту так точно а дрожжи нужно сыпать пропорция должна быть точная потому что вы потом уже дрожжи туда не засунете это будет не то тесто вы можете досыпать муку и вымешивая тесто регулировать плотность этого теста а когда уже дрожжи у вас запущены и теты и тесто уже получается у вас выстоялась подошло опара это вся вздулась куда вы эти дрожжи будете сунуть поэтому не надо думать и читать что на килограмм муки идет идет там на 100 на 300 на пол литра воды вы запомните живые рецепт дрожжей у вас указан сразу умею поделите на три все и вы никогда не ошибетесь вы никогда не прогадаете и вас будет тесто пышное вкусное самое главное что она не будет пахнуть дрожжами потому что вы думаете если вы сухие добавите дрожжи лишнее количество вас не будет пахнуть дрожжами то будет и тесто у вас будет в таких дырках она будет вылазить вверх она будет не очень она будет невкусным просто поэтому если вы верите мне если вы доверяете мне я никогда не лезу но говорится в тот огород в чем я не понимаю, там супер какие-то французские десерты, но дрожжовка это наше, это наше блюдо, которое готовит, вернее не блюдо, а да, блюдо, сладкое бывает дрожжовые пирожки с соленой начинкой, с любой это на этом мы зубы проели, поэтому если вы мне верите, пожалуйста, вот такую информацию я хотела вам донести, пусть она у вас будет вот так отдельным, как говорится, видео чтобы вы в любую минуту могли зайти и определиться, сколько же вам сыпать дрожжей, под этим видео я дам вам ссылочку, ну, самое необходимое 10 граммов дрожжей, это очень совсем мало это такая маленькая, я имею ввиду живых это такая маленькая порция, я не знаю, даже на вареники там на пару, и то там надо наверное 5 граммов меньше, но все равно я вам дам ссылочку, чтобы вы знали, сколько потому что весы тоже не у каждого есть, есть чайная ложка стандартная чайная ложка, и вот по чайной ложке вы будете знать от этого общего, здесь вот 45, оно идет 40, но плюс ну, я не знаю, вес написано такой а здесь написано плюс 15 процентов что такое 15 процентов, производители сейчас закручивают, мама не горюй, поэтому точная пропорция, сколько в чайной ложке сухих, и сколько нужно по этой пропорции живых я вам под видео дам, все мои хорошие дрожжевое тесто, оно очень легкое в исполнении, но оно зато очень вкусное, и самое главное что оно получается всегда все, я вас люблю буду рада, если воспользуетесь моими советами, до свидания и ждите рецепта пирога, в котором используются должны использоваться сухие дрожжи но я буду использовать живые, все всех благ вам, мои хорошие спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!